МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа события. Мы работаем в прямом эфире о том, чем жила Самара сегодня. Вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пейнер. Главная тема выпуска. Трагедия, от которой до сих пор больно. В Самаре вспоминают полицейских, погибших в пожаре. Утро началось не с кофе, а с запаха газа. Кто виноват? И вновь нужен нам берег турецкий. В Самаре сегодня спорят о перспективных туристических направлениях. В чем силен слабый пол? В Самаре выбрали женщину года. Я не чтец, я на дуде игрец. Юлия Рудберг с поэтическим вечером и откровенным интервью. Сегодня в Самаре вспоминают страшную трагедию. 10 февраля, 18 лет назад, сильнейший пожар. Уничтожил здание областного управления внутренних дел. На рабочих местах в тот момент находились почти все сотрудники. В итоге 57 погибших и более 300 пострадавших. Хронику событий того рокового дня восстановит Валерия Макарова. Потом следователи установят, пожар начался в 75 кабинете на втором этаже из-за брошенного окурка. Небольшое с начала возгорания пытались потушить своими силами, но безуспешно. Вспыхнули деревянные перекрытия и вскоре горел уже весь дом. Люди на верхних этажах оказались отрезаны от выходов, а их в огромном здании было всего два. Анна Красова уцелела чудом. Незадолго до трагедии отпросилась встретить дочку из школы и обратно уже не зашла. Здание окружили пожарные, спасатели и медики. Скорые уже машины, и я наших девочек искала, и вот так вот заглядываю, говорю, господи, что ж привезли, я говорю, мешки что ли какие-то с картошкой, уголь что ли тут был, а это были первые трупы. Единственное, что можно было по сапогам определить, что это были женщины. Не могли в это поверить никто. Все еще надеялись, может кто-то где-то найдется, может кто-то попал в какую-то другую больницу, может просто неизвестно, помнишь, были надежды какие-то. Те, кто мог, спасался через окна, но на многих были решетки. Пожарные лестницы не доставали до верхних этажей. Чтобы покинуть здание, некоторые скручивали канаты из штор или просто выпрыгивали из окон. У нас спецназ уиновский, без команды, побил сбор, и все прибыли в спецназ. А понимаете, спецназ ложился живым, на землю рожился, и люди прыгали на него. Бывало, что к некоторым они жизнь спасти. Трое суток почти без сна провел на том пожаре Виктор Вадиленович Шейн, сначала спасая людей из горящего здания, а потом разбирая обломки. Начальник противопожарной службы сам вывел 15 человек. Там же получил два перелома, черепно-мозговую травму, а после представлен в государственной награде за спасение людей, как и многие его коллеги. Так люди все рвались, потому что трагедия наших, ну, наших товарищей, наших друзей, всех это было, конечно, тяжело. После пожара крыши все перекрытия рухнули. Здание решено было снести, и на его месте появился мемориальный комплекс часовней. Каждый год здесь собираются родные, близкие, друзья погибших. К вечному огню возлагают цветы и вспоминают коллег. Валерия Макарова, Андрей Горгуленко, Василий Колдашов, Григорий Плешаков. События. Ранним утром в Самаре сегодня стоял резкий запах газа, причем в разных точках города. Больше всего жалоба поступило от жителей Куйбышевского района. При этом в промышленном, железнодорожном и самарском атмосфера тоже была явно испорчена. Что произошло и была ли опасность для горожан, выясняла Олеся Корецкая. Утро для многих самарцев началось не с кофе. Они почувствовали в воздухе запах серого водорода. Больше всего жалоб поступило из Куйбышевского района. Резкий запах бытового газа в атмосфере отметили также жители промышленного, Октябрьского, Советского и Ленинского районов. Да, чувствую что-то не то, но вообще-то так, значит, дышать можно. Ну вот как будто газом пахло. Да, да, чуть-чуть, вроде чуть-чуть, потому что чуть-чуть чувствуется несвежее. Тем более, что снег идет, сейчас вообще должно быть озон один. И этого пока не наблюдается. Дело в том, что я вот недавно вышла, но мне все равно вот есть такое какое-то ощущение, что что-то есть, вот какой-то запах. В Привозском центре мониторинга загрязнений окружающей среды воздух проверяют каждый день. Берут пробы вечером, ночью и утром. По результатам анализа выявлено только один случай превышения нормативов ПДК по сероводороду в Куйбышевском районе сегодня в 7 утра. Концентрация составила около 2 ПДК. Все остальные ингредиенты, присутствующие в атмосферном воздухе, содержались в пределах нормы. В общем-то, это повышенное состояние относительно общераспространенного уровня загрязнения, но не критическое. На Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе отрицают, что неприятный запах связан с их предприятием. Уверяют, сверхнормативных, аварийных и залповых выбросов вредных веществ КНПЗ не производила. Цитата. Фактов превышения предельно допустимых концентраций не выявлено. Меж тем, эксперты говорят, небольшое превышение сероводорода в воздухе человеку и экологии серьезного вреда не причинит, но может быть опасно для людей с хроническими заболеваниями легких и сосудов, аллергиков, астматиков и гипертоников. Специалисты советуют по возможности не выходить на улицу, закрыть окна и ждать, пока воздух не очистится от скоплений опасных веществ. Что и произошло после полудня. Резкий запах над городом почти выветрился. Этому поспособствовал атмосферный фронт, который надвигается на Самару. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов. События. Благоустройство Самары стало главной темой встречи губернатора Николая Меркушкина с неравнодушными горожанами, учителями, врачами и руководителями учреждений культуры. Впервые встреча проходила в таком расширенном формате. Среди поднятых тем были и подготовка к чемпионату мира по футболу, и реформа местного самоуправления. Марина Кравцова продолжит. Родной город – это и есть дом, и каждый житель может сделать его еще лучше. В последние годы Самара меняется кардинально. Строят новые школы и детские сады, спортивные комплексы, ремонтируют дороги и фасады домов. Город готовится принять чемпионат мира по футболу. Много работы предстоит в этом году. Но все это не ради одного события – преобразования, вклад в будущее жителей региона. И это вопрос к чемпионату мира, и в принципе не только к чемпионату мира. Это просто надо нам самим. Это будет потом работать, и я уверен, будет работать навсегда. Благоустройство Самары не ограничивается основными улицами и гостевыми маршрутами, подчеркнул губернатор Николай Меркушкин на встрече с учителями, врачами и творческим сообществом. Совершенно иной вид должны иметь и отдаленные уголки города, простые дворы и подъезды. И поучаствовать в этом может каждый неравнодушный горожанин. А проводниками между людьми и властью станут активисты в каждом микрорайоне. Подъезды, дворы, еще какие-то вещи, связанные в каждом конкретном случае, чтобы эти люди могли мобилизовать других, объяснить другим, объяснить другим и поднять на решение тех задач, которые зависят от самих людей. Мы, в свою очередь, будем, насколько можем, помогать финансами. Первым этапом такой совместной работы станет весенняя уборка города. Жители Самары могут помочь создать комфортную, красивую среду вокруг собственных домов. В первую очередь, для самих себя, своих детей и внуков. Кроме того, есть инициатива, что те дворы, где люди наиболее активны, власти будут и дополнительно благоустраивать. Сложность в том, что все преобразования приходится проводить в непростых экономических условиях. Региональное правительство сильно сократило собственные расходы. А в сфере социальной помощи в первую очередь поддержку оказывают тем жителям региона, кому она действительно необходима. Выплаты теперь осуществляют по главным принципам адресности и нуждаемости. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События. Турция вновь станет ближе. В конце апреля в эту страну начнут летать прямые рейсы из Курумыча. Сначала чартерные, потом регулярные. Перспективы развития международных и внутренних направлений обсудили на региональном туристическом форуме. На него съехали специалисты со всей страны. Особое внимание уделили вопросам внутреннего туризма. О том, куда отправиться из Самары и когда ждать гостей, в репортаже Алины Чемерис. Аэропорты Анталья и Даламан уже в конце весны будут готовы встретить самарских туристов, вылетевших прямым рейсом из Курумыча. Туроператоры снова начали формировать пакетные туры в Турцию. В 2015 году на это был наложен запрет, и россияне, в том числе самарцы, перестали летать на ранее самые популярные курорты. В регионе турпоток за рубеж снизился почти на 70%. Теперь турецкое направление вновь может стать самым востребованным. В Турции обычно Россия второе место. Первое место из Неменции. Но в этом году, я думаю, может быть, россиянец будут первое место для туристических секторов Турции. Формировать пакетные туры будут и для желающих посетить по Волжье. Популярным может стать маршрут Самара-Ульяновск-Казань. Визитная карточка губернии Самарская Лука уже полюбилась гостям региона. За год в национальный парк приезжают около 250 тысяч туристов. Отправиться в путешествие по знаковым местам региона можно будет в том числе на воздушных подушках. Большое внимание сегодня и железнодорожным маршрутом. Уже запущен экспресс Самара-Пенза. Сейчас это в основном экскурсия для детей, но направление, говорят эксперты, перспективное, и его будут активно развивать. Направление Самара-Уфа и Самара-Саратов тоже позволяет нам, используя эту удобную логистику и самое главное дешевую, цена билетов начинается от 650 рублей. Это позволяет нам упаковать туристический продукт и доступный по цене, и насыщенный по программе. И самое главное, железнодорожные маршруты позволяют нам это делать круглогодично. По прогнозам, турпоток в регион сильно увеличится во время чемпионата мира по футболу, но развивать внутренний туризм планируют вне зависимости от этого события. Интерес к Самаре уже проявляют крупнейшие туроператоры. На форуме между одной из таких компаний и Департаментом туризма Самарской области было подписано соглашение о сотрудничестве. Сейчас очень большой интерес мы чувствуем именно к российским направлениям. Этому есть огромное количество объяснений. Во-первых, это курс рубля, то есть все равно поездки за рубеж, они в рублевом эквиваленте довольно-таки дорогие. Это первый момент. Второе, рост патриотических настроений. Будем пытаться создать такой продукт, который будет продаваемый, в том числе продукт Самары. И мы надеемся, что он тоже будет востребован. На региональном туристическом форуме собрались свыше двух с половиной тысяч представителей туриндустрии, в том числе из Ижевска, Ульяновска, Чебоксар. Путешественники уже начинают бронировать путевки на лето и сейчас важно сориентировать их по направлениям. Форум продлится до 11 февраля. Алина Чемерес, Артем Сулайманов, События. Отправлять путешествия по России переплачивать за сотовую связь не придется. В стране предлагают отменить федеральный роуминг. Когда, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! В конце недели нефть дорожает и опять превысил отметку в 56 долларов за баррель. Валюта продолжает дешеветь. На выходные Центробанк установил курс доллара на отметке 58 рублей 84 копейки, евро 62 рубля 68 копеек, золото стоит 2356 рублей, серебро 33 рубля 66 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 59 рублей 40 копеек, дороже всего продать за 58 рублей 88 копеек. Федеральная антибонопольная служба предложила отменить роуминг внутри страны. То есть, если вы, например, из Самары едете в Москву, то переплачивать за сотовую связь в чужом регионе не придется, потому что в России все регионы родные, считают ФАС. Планируется, что отмена произойдет уже осенью этого года. Объем просроченной задолженности россиян по кредитам вырос за год на 13% и превысил 1 триллион рублей, сообщает Объединенное кредитное бюро. А вот убытки автоваза сократились на 40% и составили почти 45 миллиардов рублей. На этом все. Удачи в делах! Женская доля. Это не только домашние хлопоты и дети, это еще и труд на благо общества, проявление характера и умение выглядеть на все 124 часа в сутки. Самаре наградили лауреатов городского конкурса «Женщина года», а Мариана Мирна сделала об этом репортаж. Лауреат в номинации здравоохранения, главный врач первой детской городской больницы. удивилась, когда администрация Октябрьского района предложила поучаствовать в конкурсе «Женщина года». Никаких особенных секретов у Ольги Галаховой нет. Говорит, нужно просто быть собой. Надо, наверное, просто жить, работать и быть честным перед самим собой. Честно выполнять то, что тебе поручено. Честно жить, заниматься, наверное, своей семьей, своими детьми и совмещать это все с работой. Конкурс «Женщина года» проходит в Самаре уже четвертый раз. Номинаций всегда много, как много и достойных кандидатур. Женщин, которые умеют быть умными, красивыми и талантливыми 24 часа в сутки. Они очень скромные и никогда, так скажем, не выпечиваются. И своим скромным трудом ежедневным они приносят пользу своим организациям, своим предприятиям, а в целом, получается, району, городу и нашей области. Женщина-врач, женщина-депутат, женщина-руководитель в современном обществе прекрасный пол ничуть не уступает сильному, покоряя все новые и новые высоты. Она не должна сидеть дома и стоять у плиты. А вот разностороннее ее развитие. Чему способствует то, что мы сегодня видим, результаты этого конкурса? Женщины самореализуются. Дипломы, памятные подарки и, конечно, звание «Женщина года» получили десятки достойных женщин Самары. Конкурс продолжается, и возможность стать лауреатом есть у многих. Он проводится по направлениям здравоохранения, образования, культура, общественной деятельности и многим другим. Мариана Мирная, Станислав Левин, События. Далее, коротко о других событиях дня. Сегодня в 6 утра в Самаре на дороге погиб человек. Авария со смертельным исходом произошла на улице Аврора между улицей Балаковской и Яским переулком. Водитель автомобиля Лада Калина сбил пешехода, когда тот перебегал дорогу в неположенном месте. По словам очевидцев, водитель не смог экстренно затормозить. Даже после наезда на человека он проехал более 30 метров. Удар был такой силы, что на левом крыле машины остались вмятины. Пешеход погиб на месте до прибытия скорой. В настоящий момент сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии. Ночью в Куйбышевском районе Самары в горящем автомобиле едва не погиб человек. Загорелся автомобиль на улице Бакинская, где обычно паркуются таксисты. Прохожие заметили, что в машине, которая начала дымиться, спит мужчина. Его успели разбудить и вытащить из автомобиля, после чего произошел взрыв. На место возгорания прибыли пожарные и скорая помощь. По предварительным данным, в машине произошло два взрыва. Сначала газового баллона, а потом бензобака. В Самаре 14 февраля проведут дополнительное распределение свободных мест в детсадах. Родителям рекомендую до этого времени проверить данные, указанные в заявлении в автоматизированной информационной системе. Для этого можно пройти по ссылке на экране. В случае обнаружения в заявлении неточностей и устаревших сведений, нужно обратиться в МФЦ для внесения изменений. Информация об имеющихся свободных местах в детсадах будет размещена на сайте Департамента образования администрации городского округа Самара в разделе «Новости». Выездная налоговая приемная будет работать в Самаре в субботу 11 февраля в микрорайоне Ботанический. Получить консультацию можно будет с 11 до 14 часов. Напомним, с января текущего года два раза в месяц по субботам в городе работают мобильные офисы. С их помощью можно решить любой вопрос. От оплаты налогов и задолженности по ним в режиме онлайн до подачи налоговой декларации для получения вычета. В Самаре работает антинаркотическая горячая линия. Если вы знаете, где изготавливают наркотики или торгуют ими, сообщите по телефону горячей линии, которую вы видите на экране. Также сообщить информацию можно по телефону доверия ГУМВД России по Самарской области. Откровенно о себе и своей жизни в стихах. Актриса театра и кино Юлия Рудберг дала филармонии концерт «Послушайте». Народная артистка России выступила с программой стихов Пушкина, Ахматовой, Бродского и других русских поэтов. На творческом вечере вдохновлялась и Марина Матвейшина. Черный рояль на сцене, черный смокинг на актрисе, французские романсы и русская поэзия. Ничего лишнего и отвлекающего. Все вместе создает потрясающую энергетику в зале, которую ощущаешь кожей. Каждое стихотворение, как маленький спектакль. Кто вы такие? Мы листья, 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 листья. Они в ответ зашелестели. Мечтали мы о пейзажести, Но руки, что держали кисти, Нас полюбить не захотели, Но улетели, улетели. Концерт «Послушайте» проходит в филармонии. Актриса театра и кино Юлия Рудберг читает любимые стихи, обнажая перед зрителем душу. Стихи – это вообще интимные, потому что это мысль у человека. Вряд ли меня можно назвать чтецом. Я все-таки на дуде игрец больше. Я не в формате чтения стихов. Я параллельно рассказываю о своей жизни. И это только те стихи, которые в воле случая, в воле судеб остались в моей жизни. И такой красной нитью идут. Поэтическое настроение захватывает настолько, что уже в антракте вдохновленная публика читает свои любимые стихи. Все начинается с любви. И озарение, и работа, глаза цветов, глаза ребенка. Все начинается с любви. Все начинается с любви. Я это точно знаю. И даже ненависть. Родная и вечная сестра любви. С поэтической программой актриса Юлия Рудберг приезжает в Самару не в первый раз. И обещает – не в последний. Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События. Все начинается с «Зенита». Известный самарский фотограф Валерий Афанасьев сегодня презентовал выставку «Начало». Десять лет творчества он объединил в 30 черно-белых снимках на пленочный фотоаппарат. Многие из них уже пожелтели от времени, но в этом, считает автор, главная особенность. Старые фотографии прекрасны в своем несовершенстве. Духом 80-х прониклась и Валерия Макарова. С этого кадра началось мое увлечение фотографией. Съездив в Германию, Человакию по туристической путевке, захватил с собой просьбку «Зенит», сфотографировал там две-три пленочки, приехал, проявил, отпечатал, мне понравилось. Фотография и музыка всегда боролись друг с другом в жизни Валерия Афанасьева. Победило все же фотоискусство. Ему Афанасьев посвятил 35 лет. И сегодня фотограф вспоминает, как все начиналось. На выставке собраны оригинальные снимки с 82-го по 92-й. Никакой ретуши или оцифровки. Дух того времени на пожелтевшей от возраста фотобумаге. Другой была аппаратура и, конечно, фотография тоже была другой. Сегодня, чтобы сделать вот такой снимок, уйдет не меньше сотни кадров. Пленка такой роскоши не позволит, поэтому дублей было около 20. Вспышки были обычные, советские, фил-106-е, то есть все очень просто было. Мы модель поливали, у меня ассистент поливал из ведра. И самая сложность была, чтобы модель сохраняла спокойствие. Когда на тебя льют ведро воды, спокойно быть достаточно сложно. На фото-выставке «Начало» собраны фотографии из нескольких циклов, наиболее важных для автора. Так, серия «Поцелуй с тенью» получила медаль на конкурсе в Италии в 1995 году. Увидеть снимки вживую и поностальгировать об ушедшей эпохе можно до конца февраля в Доме журналиста. Валерия Макарова, Григорий Плешаков, События. Самара готовится к грандиозному спортивному празднику «Лыжня России». Массовая гонка проводится уже в 35-й раз. Сергей Кизоркин узнал, как идет подготовка дистанции. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Александр Коротков к лыжным гонкам готов всегда. В багажнике автомобиля лежат лыжи, форма и любимый номер. За плечами кандидата в мастера спорта сотни стартов, в том числе и на чемпионате мира среди ветеранов. И десятки побед. Вот и к лыжне России Коротков начал готовиться за неделю, каждый день пробегая дистанцию 10 километров в спортивном центре «Чайка», где и пройдет всероссийский спортивный праздник. Здесь очень классная трасса. Здесь подготовка очень хорошая. Здесь даже вот бежали и Лазутину, Данилу, Вяльбу, прокуроров. Честь пробежаться за Россию на лыжне России. В спортивном центре «Чайка» подготовка к лыжне России идет полным ходом. Проверяют инвентарь. На время гонки его можно будет взять в аренду. В кафе завозят еду и чай, возводится сцена для художественной самодеятельности и, конечно, укатывается лыжня. На дистанции их 5 и 10 километров несколько раз в сутки работает специальная техника – австрийский ретрак. В последний раз лыжню утрамбуют за пару часов до старта. Лыжня была не мягкой, а жесткой. Это, естественно, для спортсменов, профессионалов, в техническом плане им хорошо преодолевать эту дистанцию и самому приятно. По предварительным данным, в Самаре на лыжне России стартует порядка 10 тысяч спортсменов и физкультурников. Выйдут и послают Самарской области. Пройдет несколько гонок – 2018 метров в честь чемпионата мира по футболу. А медали разыграют в разных возрастных категориях на дистанциях 5 и 10 километров. Это не просто массовый лыжный забег, а это большой спортивный физкультурный праздник, где мы ждем жителей Самарской губернии. Будут организованы детские площадки, будет работать скалодром, будет работать каток, будет работать веревочный городок, будет масса замечательных и интересных развлечений. В перерывах между лыжными гонками участников соревнований и болельщиков будут развлекать артисты, а согреться чаем и набраться сил можно в местном кафе. Начнется юбилейный 35-й спортивный праздник «Лыжня России» в субботний полдень 11 февраля на лыжной базе «Чайка» в поселке Управленческий. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Улица, дерево, медведь. Необычную картину наблюдали жители Жигулевска. В разгар рабочего дня возле одного из жилых домов под дерево карабкался медведь. Видео необычного инцидента появилось в паблике «Автостолица». А Чиц уверяет, скорее всего, медведя кто-то выпустил погулять, потому что на животном была цепь. Однако хозяина поблизости не было. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже почти 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok